За окном весна и первая копель, но родителям будущих первоклашек уже пора задуматься об образовании своего ребенка. Начиная с этого года, прием заявлений в первый класс стартует с 1 апреля. Первая волна приема документов продлится до 30 июня. С 6 июля стартует вторая волна, которая продлится до 5 сентября. Чем эти два потока различаются? Тем, что в первую очередь мы принимаем заявления от родителей тех детей, которые проживают, зарегистрированы на территории того микрорайона, который закреплен за данной школой. И плюсом идет прием детей, которые имеют приоритетное право для зачисления. В данном случае это дети, у которых сестры, братья или совместно проживающие с ними дети обучаются в этой же самой школе. Во вторую волну начнется прием заявлений от родителей, кто хочет отдать ребенка в школу не по прописке. Ребенка смогут зачислить в выбранную школу лишь в том случае, если в классах будут свободные места. Заявление можно подать лично руководителю образовательного учреждения, предварительно записавшись на прием. Либо воспользоваться порталом госуслуги или специальным порталом образовательных услуг Свердловской области Е-услуги. Единственное, хочу напомнить всем родителям, что после того, как заявление через электронные ресурсы будет подано, необходимо в течение трех дней подойти в школу и предоставить копии тех документов, о которых шла речь при заполнении заявления на электронном ресурсе. Сразу же говорю о том, что при подаче заявления через электронные порталы, естественно, очередность выстраивается именно в соответствии с датой и со временем подачи документов. Более подробную информацию можно найти на сайте управления образованием городского округа Город Трбит. Кроме того, организована горячая линия по приему детей в первый класс. Позвонив по номеру телефона 6 45 32, можно получить консультацию специалиста.